Итак, сегодня мы продолжаем постигать глубину слов великого учителя еврейского народа Робейну Ашера. И то, что он учит нас, что если человек не сосредоточился даже во время произнесения первых шести слов Шмейсра, то он вообще заповедь не исполнил. И сколько человек не изучает, не постигает глубину этих слов, он все время удивляется, насколько бездонный смысл заключен в этих словах. Если бы я вас спросил, скажите, какая связь между Шмейсраэль и заповедью об уничтожении Амалек? Если бы меня спросили, я бы сказал, не знаю. Сейчас весь еврейский народ в ближайшую субботу будет читать главу Китыце из книги Дворим. И эти три строчки, которые мы читаем, то, что называется «Парашад Захор», это повелительная заповедь Исторы. «Помни то, что сделал тебе Амалек». Вторая повелительная заповедь – «Сотри память об Амалеке». Запретительная заповедь – «Не забудь то, что он нам сделал». И это мы исполняем тем, что постановили наши мудрецы. Мы читаем эту строчку, эту главу Захор в субботу перед Пуримом. Но какая связь Шмейсраэль и заповедью, которую, казалось бы, мы сейчас полностью свободны – «Сотри память об Амалеке». Мы знаем, что Санхерив смешал все народы, и мы не знаем, кто такой Амалек. Поэтому от этой заповеди мы освобождены. Ну, если мы скажем так же, как должен каждый взрослый мужчина показаться в храме в три годовых праздника. Нету храма – мы освобождены. И все-таки слова Торы, у них есть простой смысл, намек, толкование и, наконец-то, тайна. И я хочу поделиться тем, что я слышал от моего учителя Гаона Рамойши Шапира, который оставил этот мир уже скоро два года, и тем, что я слышал от моего учителя Равицка Казильбера Зацаль, который уже оставил наш мир 14 лет тому назад. Начнем с того, что объясняет Равицкак в своей книге «Беседы о Торе». Что он говорит? Обычно войны происходят по трем причинам. Первое – захват территорий. Второе – жажда наживы. И, наконец-то, третье – это национальная вражда. Он приводит пример. Например, азербайджанцы ненавидят армян. И вот Тора описывает первую войну, которую выдержал еврейский народ по дороге горе Синай. Помни, что сделал тебе Амалек в пути при твоем исходе из Египта, как он напал на тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, а ты был утомлен и измучен, и не побоялся он Творца. И будет, когда Творец даст тебе покоят всех твоих врагов на земле, которую он дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес. Не забудь. Никаких территорий у нас пока нет. Какая жажда наживы. Значит, остается только одна причина. Амалек ненавидит Якова. А евреи – сыновья и внуки Якова. Как вы знаете, Яков и Иса – родные братья, близнецы. И если даже Иса был обижен на Якова за то, что он продал ему первенство, а потом получил благословение, при всем при том, Яков, дав ему огромные подарки, он получил прощение от Исаа. А напомним, что Исаа добровольно продал первородство Якову. А потом просто пожалел о сделке. Почему же Амалек пустился в пустыню, чтобы уничтожить евреев? На самом деле, имена, которые упоминаются в Торе, они несут очень глубокий смысл. В чем же имя, смысл этого имени – Амалек? Амалек – народ, который приходит, чтобы лакать кровь евреев. И это то, что делал Амалек. Он убивал, издеваясь, наслаждаясь. Все евреи, которые попали в руки Амалека в пустыне, были зверски замучены. Он отрубал евреям брит-кодыш, то место, знака союза с Творцом, и бросал его в небо и кричал – не помог им знак союза с Богом. В чем же главная причина, почему он напал на нас? В том, что он отрицает власть Творца на земле. Главная причина войны Амалека с евреями – безверие Амалека. Он не верит в Бога, который управляет миром. Весь мир, как бы, подчиняется воле случая. Существует сам по себе. Продолжает Равыцкак Зильбер и говорит, что чудесное избавление еврейского народа из самой могущественной страны того времени – Египта – это произвело такое впечатление на все народы мира, что все они готовы были к тому, чтобы принять власть Творца. Но Амалек, не верив в чудеса, он сказал, я докажу, что все это ошибка. И для этого он нападает на Израиль. Он был разбит. Но не отказался от своего замысла. Еще не раз, когда мы шли, еврейский народ, в пути к самому важному в нашей истории. Первый раз – это когда мы идем к горе Синай, чтобы в мир спустилась Тура. Второй раз – это сороковой год перед входом в землю Израиля, когда умирает Аарон и нас оставляют облака славы. Следующий раз – это когда в конце завершений первого изгнания 70 лет в Вавилоне мы должны вернуться в землю Израиля и должен быть отстроен второй храм, нападает на нас потомок Амалека Амман. И издается в первый раз в истории приказ об уничтожении всех евреев от мала до велика. Еще раз – это уже упоминается у пророков. Это война сначала царя Шауля с Амалеком, а потом Давида. Итак, это те вещи, которые нам знакомы. Ну вот, мы задаем вопрос. Что сказано? Это то, что мы читаем в главе Бешалах. Когда Моше назначает Йошуа, чтобы именно он отобрал праведников и вышел воевать с Амалеком. Но когда? Завтра. Как это можно понять? Сейчас убивают евреев, насилуют их, оскверняется имя Творца. А мы ждем до завтра. Кто-то кричит из реки «Спасите! Спасите!» Подожди, завтра я приду, и тебя... Это же невозможно понять. Больше того, то же самое происходит и с Эстер, чтобы пришел царь и Амман завтра на пир, который я для него подготовил. это пробуждает естественные сомнения в сердце Ахашвироша. На интимный пир царя и царицы зовут Амана. Зачем? И только завтра открывает Эстер, что Аман хочет убить ее и уничтожить весь ее народ. В чем корень? Это мы должны понять. народы мира, а во главе их стоит Амалек. Они признают, творец сотворил мир. Мы это читаем утром в Псукейда-Земра. Ашем-Малах творец царствовал, то есть он сотворил мир. А дальше мир оставлен, передан в руки сильнейшего. Ваарец Натан-Лебне-Адам о землю дал человеку. Какому человеку? Риши-Идгоем Амалек. Начало всех народов Амалек. Так говорит Белам в пророчестве. А завершение его полное уничтожение. Что он говорит? Что говорят народы мира? Творец, да, сотворил мир 5778 лет тому назад. а мы тоже в тех же Псукейда-Земра. Что мы говорим? Ашем-Мелых, Ашем-Малах, Ашем-Им-Лох лаулаваэт. Творец царь, творец царствовал, творец будет царствовать во веки веков. Вспомним то, что написано в трактате Брахот, седьмой лист. То, что открывают Балей-Тософот. То, что хотел сказать Билам, когда он хотел проклятить, проклясть народ. Он знал мгновение, когда творец гневается. Но что за мгновение рега можно успеть произнести? Объясняет Талмуд. это ровно столько времени, чтобы сказать слово рега. Мгновение. А что же он хотел сказать? Он хотел сказать Калем! Уничтожь! Момент, когда творец гневается, направит гнев, проклясть тех, кого он хочет проклясть. Но открывает нам пророк, что помни, народ мой, что творец все эти дни не гневался. Потому что если бы он гневался, не осталось бы ничего от врагов Израиля. Это изменено, мы говорим, что про нас самих не сказать плохое. Так он хотел сказать Калем! Так творец спас еврейский народ. А если мы возьмем те же самые буквы на еврите Калем, что получится Мелех, царь. И это одна из главных наших работ в мире. Нас с вами, еврейского народа. Что мы делаем, когда мы произносим шма? Шма Исраэль Ашем Лукей Ну Ашем Ихад. Мы принимаем на себя ему ермо царской власти Творца. Если вы мои свидетели, тогда я кель. А теми дай вани кель. А если вы не мои свидетели, то как же я откроюсь в мире как царь? И это то, что мы свидетельствуем сегодня перед всем миром. Раша говорит, это то, что написано в Талмуде. А разве сегодня Творец не царь? Сегодня только мы принимаем его как царя. Но в будущем в будущем будет только один Творец и имя его едино. Но то, что мы уже неоднократно говорили, то, что открывает святая книга Зор. В Торе слово Шма написано изменено. Там Аин большое. И в слово Эхад один Далет большой. Вместе они составляют слово Эд свидетель. Кто свидетельствует перед всем миром, что Творец является царем? Это мы с вами, когда произносим главные слова нашей молитвы. Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один, один, един, и нет никого кроме Него. И это то, что когда я произношу Шма Исраиль. Как я могу понять, что нет ничего кроме Него? Так объясняют комментаторы. Это то, что заключено в этом слове Эхад. Но ведь я тоже есть. Я произношу эти слова. Разве это не противоречит тому, что сказано, что Он только Он один, и нет ничего кроме Него? И открывает это ученик Виленского Гаона Равхайм изволожено, что в этом и было желание Творца, чтобы Он проявился в мире как Царь. И это то, что мы говорим во второй строчке Шма Барукшем Квод Малхуто Леула Мэет, что было благословенно, слава, Его Царство во веки веков. Если есть Царство, значит, есть Царь. А то, что учат наши мудрецы, нет Царя без поданных. Через то, что я принимаю Его Царскую власть на себя, Он проявляется как Царь. И в этом вопрос всех вопросов. Актуальна ли для нас заповедь об уничтожении Амалека? Ведь того древнего Амалека уже давно нет. Что же остается для нас? Прочитать эти три строчки перед Пуримом, в субботу перед Пуримом и все. И в этом, в понимании этого вопроса, это главный спор наш с Амалеком. Он говорит так. Несомненно, Творец сотворил мир, но Творец на небе, а я на земле. Кто является здесь царем? Я. Кто первый из всех народов? Кто напал первый на еврейский народ? И кто ставит себя против еврейского народа? Это он? Он царь в нижнем мире? А что мы отвечаем Амалеку? Творец не только сотворил мир, но он и только он каждое мгновение его творит и обновляет, то есть царствует. Он является царем сейчас. Он был тот, кто сотворил весь мир, является царем то сотворение мира. И он реализует свою царскую власть в конце. Ашем Мелах, Ашем Малах, Ашем им лох лоу ламвейн. Творец царь, творец был царем и творец будет царем во веки веков. И это то, что мы делаем. Когда мы произносим Шма Исраэль, что мы говорим? Мы говорим про то, что Он и только Он является царем всегда. Так как в этом заключено Его желание, чтобы мы отменили свою волю перед Его волей, отменили свое желание царствовать, управлять миром, перед Его желанием. Ведь Творец говорит, я и гордец не можем находиться одновременно в мире. А именно это то, что говорит Амалек. Я царь, я первый среди всех народов. И то, что открывает нам это благословение перед Шма Исраэль, все благословения установили для нас люди великого собрания. Те, которые во главе с Эзрой Нехемией вернулись и восстановили, построили второй храм. И они постановили благословение. Так пишет Рамбам в законах об основах Тори. «Существование Творца непреложно, оно абсолютно и не зависит ни от кого, ни от чего, ни от одного из сотворенных, а наше полностью зависит от него. И именно в этом заключено заповедь об уничтожении Амалек. Если, когда я произношу Эход в строчке Шма, что я должен иметь в виду? Я должен иметь в виду, что я готов даже принять на себя четыре вида смерти по закону Торы, то есть пойти даже на самопожертвование. Если говорят еврею «поклонись идолу, прими христианство», он должен отдать свою жизнь, но не нарушить. И это то, что сказано в главе, что пока есть Амалек, имя Творца нецельно, и престол славы его нецелен. Престол написано не кесе, а кес, а вместо имени Авая Юткей Вавкей написано Ка Юткей, то есть и проявление его в мире, и его собственное имя как будто есть преграда, то есть ты, Творец, оставайся на небе, Юткей это замысел дворца, а Вавкей это его реализация в мире. Рассечено его имя, его престол славы нецелен. И это то, что открывается. Имя Творца Элуким, это имя, которым сотворен мир, управляется мир, имеет такое же числовое значение, как и слово кесе. а кесе, то есть престол славы Творца, тоже восемьдесят шеи. Восемьдесят шесть. Итак, это то, что написано про эстер в трактате Хулин 139-й лист. А эстер из Торы откуда сказано «Ва не астер астыр панай баэ таги», а я закрывая закрою свое лицо. Казалось бы, союз, который мы заключили с Творцом у горы Синай завершился. Храм разрушен, народ Израиля находится в изгнании, завершается пророчество. Казалось бы, наступает самое темное время ночи. Но именно в этот момент освещается небосвод утренней звездой. А Ели Ташаха, это эстер молка. Так написано трактати Мегила. Ведь ее зовут Адаса. Адаса, Адас, это мирт, это особенное благовонное растение, которое мы берем среди четырех растений в праздник Суккот. Что же это такое Мегилат эстер, которую постановили нам Мордеха и эстер читать, и мы уже более двух тысяч лет читаем это в праздник Пурим. Раскрытие скрытого. Мегилат эстер. Ираши в трактате Шаббат, 88-й лист, дает нам намек. Из любви к тому чуду, который совершил для нас Творец, мы сделали чуву, мы раскаялись. Все поколения того, все евреи того поколения и исполнили то, что уже получили с горы Синай. Но в чем чудо? То, что Пур, тот жребий, который бросает Аман, стал нашим Пуром. В этот день 13-го дара он наместил уничтожить всех евреев Персидской империи в 127 странах власти Ахаш-Бироша. Именно в этот день мы выступили против всех Амалекитян и уничтожили их. А в столице Шошан мы получили еще один день, чтобы уничтожить самый корень этих потомков Амалек. И в этот день царь всех царей, Творец, воссел на своем троне. Но пока существует Амалек, имя Творца, Авая, нецельно, и его трон нецелен. Ведь две вторые буквы этого имени Авая, они раскрывают его присутствие на земле. То есть это его шхена, но престол его нецелен. И поэтому то, что постановили люди великого собрания. Благословение Петшма. Написано так в шелханной руки, в книге Б.Р. и Т.Ф., 60-й параграф, которая цитирует книгу Аризеля, которая говорит о каванут, о направленности сердца. Что нужно иметь в виду в благословениях Перетшма, когда мы говорим, который выбрал нас из всех народов языков, что нужно иметь в виду? Момент дарования Торы с горы Синай. А что нужно иметь в виду? Следующая строчка. И приблизил нас к своему великому имени. Нужно иметь в виду уничтожить память об Амалеке из-под небес. Имя? А где же престол славы Творца? Где же его трон? И тогда открывается, что когда мы произносим 245 слов, которые составляют три отрывка шма, и либо слышим три слова от посланника общины, либо сами, когда говорим это в одиночестве, до этого мы произносим эти три слова. Вместе получается 248 слов. Ровно столько, сколько органов тела есть у каждого человека. Когда мы произносим «нет ничего, кроме него», во время того, как мы сказали «эход», сказано «не продлевают» букву «хет», невозможно ее продлить. Есть люди, которые говорят «эход», это совсем другую букву они продлевают. Сказано в шелхана руки, что надо продлить букву «далит», но мы не умеем это делать. Даже если мы скажем «эходы», это неправильно. «эходы», как же мы можем продлить? Только йеменские евреи знают, как сказать «эходы». они между зубами кладут язык, и это больше похоже на «зе». Но что мы должны иметь в виду, когда мы произносим «эход»? Нет ничего, кроме него. И когда еврей правильно произносит эти 248 слов, после чтения Шма написано «Ушмо Каям Вехисон Ахон» и имя его реализовано и престол славы его верен. Но где же этот престол славы? Мы же ничего, казалось бы, не сказали про престол славы Творца? И тогда это открывается, что каждый еврей, который правильно произносит 248 слов, это особенной молитвы Шма Исраэль, он является престолом славы Творца Сам. Ведь он, приняв на себя царскую власть Творца вплоть до самопожертвования, он тем самым стал этим престолом славы. И только после произнесения этих трех отрывков он может сказать, что престол славы Творца верит. А теперь вернемся к тому, что мы задали с самого начала. Почему война против Малека только завтра? И объясняет это учитель моего учителя Гаона Равмоши Шапира. Это Равицкак Гутнер, который повелел нашему учителю Равицкаку Зильмеру рассказывать про свои истории в лагере. Он объясняет, так как сказано в пророчестве Билл-Ама о завершении его полное уничтожение, это будет только завтра. Поэтому и война против Малека только завтра. Но я хочу привести вам еще отрывок из книги Раби Рабельхонана Васермана, который называется Ковеца Маамарим. Почему Амалек напал на нас? задает вопрос Рабельхонан. А ответ заключается в том, что написано в Бешалах «Война у Творца с Амалеком». Это означает, что Амалек воюет против самого Творца. Если бы он мог сделать лестницы и подняться на небо и воевать там с Творцом, он бы так сделал, но это ему не по силам, поэтому он нападает на нас, на наш еврейский народ, рабов Творца, которые направляются к горе Синай, чтобы принять на себя ярмо получения царской власти Творца. И в этом не было никакого личного интереса, а только чтобы воевать с Творцом и охулить его имя. И продолжает Рабельхонон Вассерман. Актуальность для нашей времени войны против Амалека, он говорит, что надо знать, когда ведут войну, где главные силы противника и ослабить их. В чем же главная сила Амалека? Это то, что открывает нам Тора. И воевал он с Израилем в Рефидим, объясняют наши мудрецы в трактате Сан-Эдрин, 106-й лист, и об этом пишет Раши, что Амалек получил свои силы воевать с нами из-за чего? Из-за того, что «Рафу Ядейхем Минатура» ослабели наши руки при изучении Торы. И поэтому, если ослабевает изучение Торы, укрепляется Амалек. И наоборот, если мы укрепляемся в изучении Торы, этим мы ослабляем силы Амалека. И поэтому каждый, кто укрепляется в изучении Торы и поддерживает тех, кто изучает Тору, он направляет смертельные стрелы в самого Амалека. И это то, с чего мы начали. Ведь написано так в Шулхан Арухе, что минимум изучения Торы утром и вечером это произнесение «Шма Исраэль». Это ведь слова Торы. И в этом главный смысл войны против Амалека. Когда мы утром и вечером произносим «Шма Исраэль», что мы делаем? Мы отменяем свою власть. Мы провозглашаем Творца единственным царем над всем миром. И этим мы уничтожаем Амалека. Ведь он выступает против святости еврейского народа, против Торы и против самого Творца. А сказано про нас «Ти Юли мем лэхет ко аним вэ гой к дож вы будете у меня царством священников и народом святым». И вот то, что я слышал несколько раз от моего учителя Равицка Казильбера, он цитировал Хофетсхайма, который говорил, что «Нет никакого сомнения, что евсековцы – это еврейская секция коммунистической партии, которые воевали прежде всего против Торы, против тех, кто передавал и обучал Тору, против тех, кто исполняли заповеди, что несомненно, эти евсековцы – они потомки Амалека. И мне это было непонятно, но ведь они евреи. Это то, что объяснил Гаон Рамоши Шапир за царь. У человека может быть мать и отец чистокровные евреи, а он может быть прямым потомком Амалека. Ведь если он воюет против Торы, мешает изучению Торы, он продолжает дело Амалека. И мы с вами, поколение, выросшее в Советском Союзе, которое воспитано было на идеях атеизма, под воздействием коммунистической идеологии. На самом деле мы были в плену у советского Амалека. Как мы можем выйти из этого плена? Куда мы можем сбежать? Только туда, где посредине пустыни находится переносный храм, окруженный коленом Леви, окруженный еврейским народом, которые окружают облака славы. Амалек туда не мог проникнуть Амалек. А нападал он только на тех, у которых было сомнение в Творце, на тех, кого выталкивали облака славы. Из плена Амалека, из плена безверия мы хотим вернуться к нашему Отцу, который нас так давно ждет, когда мы произносим эти слова Шма Исраэль, мы укрепляемся в нашем вере и укрепляем полагание на Творца. И этим мы уничтожаем все сомнения, ведь числовое значение имени Амалек это 240, ровно такое же числовое значение, как у слова Сафык, сомнение. И в этом для каждого еврея каждый день актуальность заповедей уничтожения Амалека, чтобы это произошло поскорее в наши дни, чтобы каждый еврей мира, каждый еврейский ребенок знал это наше секретное оружие и утром и вечером произносил эти слова Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхот Слушай, Израиль, Бог наш всесильный, Бог один. Исраэль,